Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Амин. Избранные беседы Святаго Иоанна Златоустова. Священное Писание читается в русском переводе. Нет блага, которое не происходило бы от любви. Будем же укреплять любовь друг ко другу. Римлянам 13.10 Итак, любовь есть исполнение закона. Не нужно нам ни трудов, ни подвигов, если мы любим друг друга. Это путь, который сам собой ведет добродетели. Как на большой дороге, кто найдет ее начало, тот идет по ней, не нуждаясь в проводнике, так и в любви. Улови только ее начало, и тогда она поведет и направит тебя. Любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла. 1 Корифмам 13.4.5 Пусть каждый размыслит самим собою, как он поступает в отношении к ближнему. Никто не завидует себе, желает себе всех благ, предпочитает себя всему, старается делать все в свою пользу. Если таким же образом мы будем расположены и к другим, то прекратятся все бедствия. Не будет ни вражды, ни любостяжания. Кто станет отнимать у себя самого? Никто, а скорее совершенно напротив. И так будем иметь все в общем. Если же мы будем делать это, злопамятство не будет иметь места. Кто станет злопамятствовать против себя самого? Кто станет гневаться на себя самого? Напротив, не прощаем ли мы себе все? Если таким же образом мы будем расположены и к ближним, то злопамятства никогда не будет. Невозможно ли, скажешь, любить ближнего, как себя самого? Если бы этого не исполняли другие, то ты справедливо мог бы думать, что это невозможно. Если же исполняли, то очевидно, что у нас не бывает этого по нашему нерадению. С другой стороны, Христос не заповедует ничего невозможного, так что многие даже превзошли его заповеди. Кто же исполнил это? Павел, Петр, весь сон святых. Впрочем, если я скажу, что они любили ближних, то не скажу ничего важного. Они любили врагов так, как другой не мог бы любить близких себе. Кто из нас решился бы идти в гиену за близких к себе, имея возможность войти в царство? Никто. Павел решился на это. За врагов, образавших в него камнями и бичевавших его. Какое же мы будем иметь оправдание, какое извинение, если мы друзьям не оказываем и малейшей части той любви, какую Павел оказывал врагам? И еще прежде него, блаженный Моисей за врагов, хотевших побить его камнями, желал быть изглажденными из книги Божией. Так же Давид, и видя гибель врагов своих, говорил, 2 Царь 24, 17. Вот я согрешил. Я, пастырь, поступил беззаконно, а эти овсы, что сделали они? И, имея Саула в руках своих, не хотел умертвить его, но оставил в живых, тогда как сам подвергался опасности. Если же так было в Ветхом Завете, то можем ли получить прощение мы, живущие в новом, и не достигшие даже той меры любви, какой достигли они? Если мы не войдем в Царство Небесное, Матфея 5, 20, если праведность ваша не призывает праведности книжников и фарисеев, то как мы войдем в него, если будем иметь меньше их? Любите врагов ваших, Матфея 5, 44, и будете подобными Отцу вашему, который на небесах. Люби же врага, не ему ты через это благодетельствуешь, а себе самому. Как? Делая это, ты уподобляешься Богу. Тот, если будет любим тобою, получит от того небольшую пользу. Он будет любим подобным себе рабом. А ты, если будешь любить подобного себе раба, то получишь великую пользу. Ты сделаешься подобным Богу. Видишь ли, что не ему ты благодетельствуешь, а самому себе? Награда не ему, а тебе. Но что скажешь, если он зол? Тем большее готовится тебе награда, и за самую злость его ты должен быть благодарным. Если он, несмотря на множество благодеяния, остается злым, Ибо если бы он не был весьма злым, то тебе не была бы уготована великая награда. Таким образом, самая причина любви, возражение твое, что он зол, должно быть побуждением к любви. Если не будет противника, то не будет и случая получения венцов. Не видишь ли, как борцы наполняют мешки песком и таким образом упражняются? А тебе нет нужды прибегать к этому. Жизнь исполнила людей, которые могут упражнять тебя и делать кредким. Не видишь ли, как деревья, чем более колеблются ветрами, тем делаются крепче и плотнее. Будем же и мы долготерпеливы, и сделаемся крепкими. Притча 14.29 У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Видишь ли, какая похвала первому, и какая укоризна последнему. Посему не будем малодушными в отношении друг к другу. Не от вражды это происходит, а от слабости души. Если же она будет крепкую, то будет легко переносить все, не потонет ни от чего, и войдет в тихую пристань, которой досподобимся достигнуть все мы, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала, честь и ныне и пристно, и во веки веков. Аминь.